Что если завтра Солнце взорвется? Одной из важнейших причин появления жизни на Земле является ее расположение относительно центральной звезды нашей системы Солнца. Благодаря излучаемому им теплу и свету стали возможны многие жизненные процессы в организмах животных и растений, но не исключено, что именно Солнце станет причиной гибели всего живого на Земле, а может быть и всей планеты. Поэтому совсем не случайно с самого зарождения человечества люди считали Солнце одним из главных богов. От него зависели судьбы отдельных родов и целых племен. Для первобытных людей солнечный свет и тепло означали безопасность и надежду на выживание. Для кочевых и земледельческих цивилизаций на более высоких ступенях развития Солнце служило источником жизни животных и растений, от которых зависела их жизнь. Ведь разгневанный бог Солнца мог сжечь посевы и наслать засуху, осушить реки и вынудить промысловых животных изменить пути миграции. Несмотря на то, что с давних времен люди намного больше узнали о строении и характеристиках Солнца, наша современная жизнь тоже во многом определяется настроением этого древнего божества. По оценкам ученых, жизненный цикл Солнца перешел свой экватор и постепенно начинает клониться к закату. Правда, вряд ли кому-то из ныне живущих видов, населяющих нашу планету, доведется увидеть гибель звезды. Сейчас возраст Солнца примерно 10 миллиардов лет. Ученые считают, что оно будет существовать еще 5 миллиардов лет. За это время на нашей планете может произойти не одно вымирание всего живого и новое зарождение жизни. К примеру, эпоха динозавров длилась примерно 200-250 миллионов лет. По сравнению со временем существования Солнца и Земли, это лишь крошечная их часть. Считается, что выделение Солнцем света и тепла – следствие проходящих внутри него термоядерных реакций. В результате соединения атомов водорода происходит образование атомов гелия. В результате этой химической реакции происходит выделение большого количества энергии. Именно эти реакции являются основным источником солнечной энергии. Примерно по такому же принципу происходит выделение энергии при взрыве водородной бомбы. Но в отличие от бомбы, Солнце не взрывается. Можно сказать, что оно медленно тлеет. Взрыв случится только тогда, когда запасы водорода в нем иссякнут. Каждую секунду вследствие этой реакции в солнечном ядре сгорает около 4 миллионов тонн водорода и прочих веществ. Сама звезда при этом постепенно становится ярче и жарче, но ее диаметр с каждой секундой незначительно уменьшается. По современной классификации наше Солнце относится к классу звезд, называемых желтыми карликами. Но несмотря на такое название и его несомненно желтый цвет, оно излучает скорее в белом спектре, а желтую окраску приобретает из-за искажений, вызванных структурой земной атмосферы. Взрыв такой звезды будет выглядеть как ее резкое увеличение в объемах. В этом случае Солнце превратится в красного гиганта. Затем оно уменьшится в размерах и станет белым карликом. Такие звезды излучают крайне мало тепла и света. За годы изучения Солнца ученые выдвигали самые разнообразные теории о том, что случится с нашей планетой после того, как Солнце взорвется. И ни одно из этих предсказаний нельзя назвать благоприятным ни для людей, ни для прочих живых организмов, ни для планеты в целом. Предположительно, при солнечном взрыве температура на той стороне Земли, которая будет обращена к звезде, станет такой, что все живое мгновенно испарится. Некоторые ученые считают, что может не остаться даже бактерий, скорее всего, будет сильно повреждена или полностью разрушена земная атмосфера, а сама планета может начать раскалываться. Более ранние теории предполагали, что разрушения могут быть настолько глобальными, что достигнут даже ядра планеты, но современные ученые считают, что на глубине в несколько десятков метров под землей можно будет спастись от выжигания. На обратной стороне планеты температура тоже резко возрастет, но до полного уничтожения всего живого за одно мгновение дойти не должно. Однозначно, исчезновение атмосферы ничем хорошим для людей и животных обернуться не может. Кроме того, отсутствие света и тепла приведет к полному оледенению всего земного шара, но земная жизнь уже не раз подвергалась проверке на прочность с помощью льда и холода. Каждый раз ей удавалось начать развитие практически заново, но есть ли хоть какая-то вероятность, что подобное испытание сможет выдержать и человеческая цивилизация, ведь в этот раз полное замерзание планеты произойдет за несколько месяцев. Есть версия, что использование автономных подземных убежищ может как-то спасти ситуацию. Но не стоит забывать, что Солнце не только светит нам и согревает планету, оно еще и позволяет всем небесным телам находиться в устойчивом положении относительно друг друга. С изменениями, которые произойдут в Солнце после взрыва, изменятся орбиты и траектории движения всех объектов, находящихся на расстоянии до одного светового года от Солнца. В лучшем случае орбита Земли, ее наклон относительно оси и расположение относительно других планет изменятся непредсказуемым образом. Но, скорее всего, чудовищный выброс энергии запустит нашу планету в глубины космоса, как огромный футбольный мяч. Возможно, через какое-то время то, что останется от нее, попадет в поле притяжения другой звезды, и планета получит шанс на повторное заселение. Но маловероятно, что людям удастся дожить до этого момента. Правда, совсем не факт, что к моменту Солнечного взрыва на планете останется хоть что-то живое. Как мы уже говорили, с каждой секундой Солнце становится ярче и жарче. Следовательно, в последние миллионы лет своего существования оно будет разогревать Землю до более высоких температур, чем сейчас. Некоторые ученые полагают, что Земля того времени будет напоминать современную Венеру, которая находится намного ближе к Солнцу, чем наша планета. Сейчас средняя температура на поверхности Венеры, по оценкам ученых, составляет примерно 462 градуса Цельсия. Если даже у людей получится просуществовать на Земле так долго и не уничтожить все живое на планете, то для выживания в таких условиях потребуется сильно постараться. Для этого нужно будет использовать значительные ресурсы и технологии, намного опережающие современные. Да и сами люди к тому времени должны будут сильно измениться в эволюционном плане. Но если вдруг ученые ошиблись, или в термоядерной реакции на Солнце что-то пойдет не так, и оно взорвется не через 5 миллиардов лет, а прямо сейчас, то у человечества не останется ни единого шанса на выживание. Конечно, при его нынешних размерах и состоянии последствия взрыва могут быть не такими страшными, но и к ним современное общество, скорее всего, окажется не готово. Учитывая, что все варианты взрыва Солнца не сулят ничего хорошего Земле и людям, лучшим выходом для человечества будет нахождение от него как можно дальше. Это станет возможным только в том случае, если будет найдена новая пригодная для жизни планета, находящаяся вблизи звезды, которая пока не собирается взрываться. Для переселения на такую планету потребуется более высокоразвитая наука и промышленность. Поэтому, пока у человечества есть в запасе практически целая вечность, оно должно начать думать об исходе с Земли уже сегодня.